всем привет дорогие друзья всем дарова с вами как обычно москаль буди и и на ваших глазах сейчас будет обозреваться обзорю обзор обозреваться на карту арктик к в это у нас третий раунд клан варного мультикапа от маппера gt on wind и конкретно в арктик в он называется не просто так это был миксовый миксовый клан вар в нем участвовали четыре клана это андет дисси а fx и си джесс из действующих сейчас живут некоторые мембер и так скажем из си джесс дисси по моему полностью же мертвый клан а и фикс тоже кто-то бегать но фракира можно подписать под а и фикс он каковы частично создатель ну и андет собственно собственно мы самые живучие самые неумираемые да вот москалькивает нам гордиться что мы такие была карта выпущена сделано в 2007 году 8 марта хватит на этом экскурсия думаю и в этот раз буду я делать первый обзор потому что я ее не играл ну точнее я играл когда-то давно но это была очень такая прохладная история в общем-то появляемся мы и ракете на которой написано вуде при батл сети на котором не написано будет мы их подбираем и заходим в телепорт и собственно видим такие четыре как падика и но очевидно что нам надо наверх я просто покажу что здесь есть а про подробнее пару там уже расскажет москаль и цпм его кутри потому что он обе физикими не играл облуда залететь может туда а отбирают кстати вот тут вот это триггер чуть ниже пола то чуть ну может посередине может это здесь отбирают ракету лидером я просто проверил залечу ли с отборки джампа у меня отобрать окей включаем дальше для здесь не можно как сделать уже не лохи кисе читами для можно залетели дают нам прямо вот здесь дают плазму прямо на краешке дает очень много патронов помимо того что нам дают вроде так 200 еще патроны здесь лежат переплазбливаем тут кстати даже по моему можно с обычного габы перелететь по полу 800 до итак здесь у нас есть дается он на 99 секунд наша любимая цифра бесконечная и очевидно опять же что нам надо проплазмить под этой плашечкой под этой стеночкой и проплазмить надо чуть выше уровня как на котором были раньше собственно в этом но насколько я помню в этом какой основной тайм складывается потому что там все более менее стандартно можно сделать а вот здесь нужно очень подзадрачиваться чтобы это все быстренько проплазмить далее у нас дают ракету вниз у нас есть об с обычного но с обычного рокета если мы как будто вы под связали ну только ракеты нету единственное внизу никаких обувь нету ловить рандомно их тоже нельзя потому что это не онлайн лежит у нас ракета которая каким-то чудом взял и один патронам дают попробуй наверх вернуться с ракеты не может ну типа ок я вернулся я с ракетой 2 просто и попробовать обсловить ну ладно без этого там по мосты не хватит нет там да не не то в потолок ударь дают нам ракету падаем вниз забирает у нас battle suit и начинаются падики принципе у нас есть ракета у нас есть плазма стены достаточно кривые глимпить точно не получится даже если бы они были прямые потому что у нас нету battle suit а это во-первых ну ты из наблюдений да я делаю когда недалеко по стенами да ну можно он отсюда начать возьмите но в теории да как окей у нас есть ракета мы можем сделать гб от стены либо просто как-то отстрелиться от пола потому что мы летим можем ее вниз не раз закинуть и начинать сроки джампа прыгать либо с гб но опять же пады такие как бы самые обычные мы скорее всего будем перелетать а минус пад сделать это тут надо очень много скорости скорее всего если в конце нужно где-то 1500 перелететь это расстояние минус пад сделать вода и но на каждом паде у нас есть вот такие вот штучки штуки штуки дрюки которые макер у нас любезно сделал не знаю уж как они мешались или нет но возможно какой-то и чуть-чуть мешались чуть-чуть ну в какой-то степени для цпм я думаю их можно завязать во имя какого-то возможно дабл джампа на скорости сделать это естественно сможет не каждый не только лишь все как говорится да но я думаю это не нереально и в принципе что-то с ракетой если она там нам нигде не пригодится если ее сэйвить не нужно принципе можно что-то и придумать если падаем вниз нас телепортируют на старт ничего не отбирают поэтому давайте просто пропрыгаем оборзевая так далее у нас есть вот такая вот стена которая нас намеренно будет толкать вниз принципе высота прыжка и по моему чуть-чуть могу вот эту задеть до штуку которая меня прямо вниз вот сюда по идее и до сюда не долетишь ты можешь перелетитесь с края хочешь прыгнуть ты до этого по такой траектории не можешь пройти чтобы прямо с края здесь прыгнуть это принципе невозможно а ноги ну то есть в любом случае мы падаем вот сюда здесь у нас какая-то рампочка здесь у нас все детализировано этот это не клип об это все можно заткнуться обращу ваше внимание я уверен что многие запинались внизу в принципе есть какие-то обы но это не так важно папа я сделал рампинг кстати тут часто ловится рампинг я не знаю почему может это было рампа зависит как-то не знаю что сказать даже по этому поводу прям реально очень часто ловился не нормально часто да ну это скорее всего немножко майпер косик ну то может пиксель не подровнял в общем-то падаем мы сюда здесь у нас много хп все это подбирается несколько раз красные лежат там нам давали плазму и у нас также сохранился рокет естественно как бы самый очевидный путь это делаем ржи сразу на те красные но по сути если мы его это тот ржи используем там этот рокет то забираемся естественно дальше сплазмы ну и либо я все таки сделаю делаем такое ржи здесь нам дают еще брони еще много-много хп и стена в которую можно вот здесь вот попадать плазминками мимо из-за чего может теряться скорость но это возможно дают тоже возможно все мешало но скорее всего мешало в моментах не скажу что всегда мной в моментах я думаю мешало здесь у нас небольшой уступ у нас есть попробуй да бог пройти там секрет . ну не обязательно так по низу возьми дай дай себе ракеты дима 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 по косячок в это не так важно на самом деле для оптимизации это даже хорошо что тут не к слову вас у вас не получится пройти эту комнату и меня таком вот вокруг потому что там клип после финиша стоит я пыталась когда-то развлекался ну вот да 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 и там клипа до конца нельзя пройти там жалко читаться от учиться артенейбер нет написала и да здесь у нас я в общем-то карта давайте попробую немножко быстрее как это все реализовать так появляемся мы вас подики эти внизу можем как-нибудь так вот забраться скрипты подъехали здесь возьмем вот здесь именно вот я про это говорил то что можно максимум с минимальной с минимальным прогибом так скажем залететь начинать подниматься здесь наверное нужно так сделать здесь тоже так раз мы ну ракету скорее всего нужно сохранять ибо это будет гораздо позже гораздо быстрее чем чем с плазмой забираться и вот сейчас но про это маскаль подробнее расскажет даже вот сейчас просто даже вот ненамеренно грубо говоря случайно но можно было видно было что можно было чуть-чуть на стрейфе поднабрать как-то спейсинг немного свой подправить и сразу падать сюда отсюда естественно так как у нас хп и все там остается делаем сразу же и уже доплазмливаем до финиша ну такой это сосчит это вот road который сразу бросается в глаза я не знаю может быть как-то можно его ускорить с помощью использования этой ракеты на падах но это не точно давай маскальте покажи какие у тебя есть наработки мысли скажи ну во первых тут у нас на старых такая штука есть на которой сразу внимание обратил вниз хотел сделать так но это ничего не дало ну а говорила за 4 где так на счет нас есть телепорт появляемся чуть-чуть над землей кстати говоря и можно сделать двойный выборг вот вот двойный выборг значит можно делать непростой оружие а можно сделать двойной вот такой же вот и таким образом вот дело такое же можно долететь сразу вот до того падика хотя попробую продемонстрировать вуаля все раз получилось и это очень много экономия кстати говоря в цпм это прям топовый роут считается на старте вот так ну давайте сразу вам скажу про старт его особенность так сказать мы появляемся вот появляемся вот мы появляемся это включил в баланс детектор да да включу вот нас мы появляемся настики высоте b то есть у нас вот горит бук буковка b слева что это означает это означает что мы можем стоя на месте на этой поверхности прыгнуть и слой теперь баланс но оба выключены кстати да выключены поэтому мы не можем что нам это дает вот хочу облить ваше внимание что еще на старте есть такой падик вот сейчас я покажу вам специально так вырунцы нет а мы него заходим сходим и у нас новый сербаланс это такой называется стики падика на который мы заходим за спам сходим с него и мы получается заходим на стики высоту так это запомнили хорошо теперь смотрим такой момент что при сочетании таких вещей как стик высота здесь и стик выпадик здесь можно сделать руки джамп вот и с вероятностью примерно я высчитывал отдельно примерно 50 процентов вы ловите верба он здесь то есть если придрочится то можно даже с вероятностью там не знаю ну 70 процентов можно верба у нас но это только для этой карты не буду вам подробно объяснить почему так часто ловится типа казалось бы да руки джамп и очень маленькая вероятность лидеры баланс после него но на этой карте это очень высокая вероятность это такой уникальный случай вот но такой рван запрещен потому что он ловится с ракеты со сплэша оружие овербаланса сплэша запрещены всегда были всю жизнь на всех дфц турнирах и прочее ну я бы поспорил конкурент с этим мир баланса но ладно пусть так давайте пройдем как это надо было проходить он сдался еще момент я может быть пропустил немножко ой где из триггера то что можно начинать из телепорта с добыл джампом и высота 1 джампом сказала его нога пропустил нет вот дальше мы тут должны сразу нужно начинать возьмите здесь тоже очень такой момент вот смотрите важно просто набирать вертикальную скорость а важно еще начинать набирать гарантально скоро чтобы так вылететь и в принципе теоретически возможность залететь сразу не касается это вот этой штуки я так получилось пара раз но это честно скажу я мало карт играл мне время сейчас вообще нет на дифраг только так чисто старых поигрываю вот учебу жалко то есть ну да в чем прикол этого момента основной то что можно точнее не можно а нужно после вот это вот этой петли стараться держаться ближе этой стенки чтобы набирать вот такой по такой а если вы будете близко к десне то вы не сможете обзоровать вы врешься сюда в этот уступ поэтому желательно я так понимать как я показал ну да идеале как я и сказал сразу в принципе это действительно сам это подручное место в котором еще да еще смотреть такой интересный вы когда подлет подлезаете здесь вот вы должны как бы взять расстояние высоту модельки а на 64 юнити си не ошибаюсь по моему до 64 но можно присесть смотрите сейчас вам попытаюсь показать прижимая сила присти меньше а зачем ты вперед ты не жмешь по ессорян стал вот сейчас вон патроны рядом чаще я стал бывает то есть примера надо взять сейчас это может быстрее быть сейчас это чувака как то вид падаешь что дождищик вот он короче какой не принцип принципе ты взял угол надо большому счету будут сняться 67 стоит мир то есть смотрите вот вот прямая стена вот обычно мы берем 7 из 271 а в 30 вот смещаю вот 667 примерно брать в принципе это изврат с этим делом я думаю никто так не проходил но это фреймы которые не так важны да ну это может решать но в принципе ты это реально непривычно то есть обычно все привыкли так и всех рефлекс такой такой угол ну в общем забить это такое лирическое сцепление дальше мы смотрим нас падение сюда и здесь мы видим ракету которую желательно сохранить до конца карты вот как делая цпм и кстати в уку-3 это очень важно у меня забили же на пробел авто свечи то есть я во время падения жму кнопку смену авто свеча и я беру ракеты и она не берется мне удобно удобно вот поэтому но в цпм кстати можно быстро взять и переключиться на тоже такой момент может случайно ракеты выстрелить поэтому лучше делать как я делаю идет и стрелять сразу и быстро падать есть можно уже начинать стрельфить сразу так стоп 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 кстати проект момент когда мы падаем у нас в руках плазма чтобы не делать цирку джампу такой долгий даже разворачиваться не обязательно все равно мы тратим время на земле можно сделать буст сверху падая но это такое это может чуть-чуть сэкономить там прямо буквально не знаю несколько фреймов то есть моим делом так а можем сделать boost пусть это чуть быстрее будет я говорю это там можно сделать пусту попасть на рампу рядом с падом подлететь на другой под сделать еще буст ну короче прям на в нападах но на пустить себе и перед на это того не стоит этот момент его не стоит потому что на карте есть другие вещи ради которых стоит задротить так сейчас ну за социуме сидим так мы просто трейфим стрейфим стрейфим у нас есть ракета мы достаем ракету делом а у нас тут у нас высота отсюда сюда очень такая высокая так скажем и можно врезаться при большой скорости вот в этот уступчик вот готового роута если нужно сделать идеальный руки джамп иначе вы врежете сюда либо сбрасывать скорость заранее то есть пока вы летите вот где-то в этом промежутке вот отсюда до сюда можно сбросить скорость там и не знаю там до 700 и принципе вам не совсем идеального руки джампа хватит чтобы долететь то есть вы делать руки джамп делать руки джамп прижимаетесь к стене и не касаясь этого патика как показывал воде сразу можно так вот плазмить и на финиш ну да это будет побыстрее вот в принципе что еще сказать можно по этому моменту так тут есть вас сильный стрейф можно попробовать так сделать сейчас можно удариться в этот вот удариться сюда и это вас быстрее кинет вниз его раньше сделать руки джамп здесь но есть такая опасность врезаться сюда ну можно с приседем залетать там да можно нажимать молодец правильно обратил внимание что может нажать присед вас все равно кинет кинет но чуть позже но вы с большей вероятности не веришься сюда на самом деле это такой жесткий спейсинг здесь вот такой момент очень неудобный прям реально удобнее это сейчас не буду повторять мне вроде на словах объяснил то есть можно разогнаться побыстрее нажать приседет вас все равно кинет но вы скорее всего не веришься здесь будете делать без приседа вот так как-то тут получается мы делаем интересно кто-то сделают общаться ну скорее все приседали да вот реально неприятный момент с этим руки джампу мне дико бесил прям реально во фрейм нажать идеально то есть сейчас вот 3090 юнитов подлетел вот при таком руки джампе вам принципе можно скорость принципе вообще не сбрасывать то есть на 900 вы пролетаете здесь и это топовый рот на 900 и вот бесит что это надо делать в конце карты руками то есть без скриптов понимаете чем прикол ты руками ты сделать на скорости когда вы идите на рекорд когда вас держат руки идеально руки джамп ну ну такое да в конце карты конечно кстати говоря идеально руки джампу не совсем ну то есть он не всегда можете 390 вас получаться у вас вы можете делать идеально вот идеально сделать но все равно может получить 376 юнитов плюс-минус 1 это на самом деле тоже не чуть-чуть небольшой рандом там плюс-минус фрейм уже не получит идеально руки джамп это такая дрожь не просто не хотел от карты играть в ку-3 у меня другой был на самом деле я отказалась от ворот ну ку-3 еще сложнее внутри нельзя для тебя стены ну нет можно но это очень сложно для тебя стены в ку-3 там надо прямо заранее выкручивать себя и контроль нету это надо очень такой скиловый момент фух ну конец конечно да дал просраться ну давайте пробую хотя не давать иначе не буду в цепи мне принципе все рассказал цпм цпм вещи добавить да нет ну такая единственного то что эта карта все-таки достаточно динамичная получилось несмотря на свои какие-то вот такие погрешности давай пробуем в ку-3 я быстренько в ку-3 расскажу пару моментов так в ку-3 в ку-3 у нас нету 2 на выборок поэтому просто выходим и делаем идеально ртежам так сейчас вспомнил этот и куда-то такая тут эта дрочь на протяжении недели вот реально дрожит зато на старте идеально ртежам делать а кстати объясню для чего нужен идеальный ртежам на старте без идеального ртежам там для ледики 3 пада это идеальный роут из 3 3 пада из 3 плата еще один идеально руки жамп оттуда давайте да еще я не буду это делать уж нет конкретно заколебовала давайте сделаю так я просто объясню что дело смотрите сейчас идеально руки жам здесь от этой стены ракета вот и от этой ракеты залетать сюда также есть идеальный ртежам делать вот учился разную то это такая дрочь вот это старт без вербаунса в ку-3 это такой от реально вот никому не завидовал ку-3 играть дальше делаем туз поздно клим так хочу обратить ваше внимание на этот хейст который маппер так удачно положил на эту карту может и положил он просто положил на него но раньше не знаю было ли это в радианте раньше но сейчас по крайней мере есть даже кнопочка которая называется там как-то сагест и что ли и она подвешивает этим на определенной высоте то есть можно было поднять на пару юнитов и он бы всегда брался к боевцы пм его ку-3 при прыжке вот как это было но но скорее всего было просто раньше лотова не делали из-за этого приходилось сделать ground frame ground джам прям перед хистом чтобы он взялся это такой дрочь после плазмы выверну так что упасть сюда и сделать именно здесь грант прям она чуть не возьмется хейст маппер пожалуйста ну на самом деле еще один момент можно сделать так вот можно сделать так вот можно сделать плазмоклим и вот так вот про плазмоклим по земле и можно взять таким образом есть но это чуть-чуть сложнее мне кажется чем ground frame перед хистом там надо очень четко начинать стрелять при приземлении в принципе да я идут крашкам задевается делал я что-то нечто подобное иногда на дфвц 2008 1 то что да это не сам рынке да тут уж похожий элемент также забираемся но тут мы его не можете так скорость набирать хотя бы нет наверно можете принести чё в руку 3 также возможно но единственное сразу не залететь в эту дыру чудо или все надо падать здесь прыгать дальше вы стреляете помогаете себе плазма вниз у вас и стать еще почему-то не отобрался да еще не отобрался вот с момент с ракетой тут обязательно включение авто свеча иначе в у к-3 ракета берется после секунды и вы будете после секунды ждать и очень медленно опускаться так вы можете сделать об и сразу опускаться очень быстро очень эффективно вот в у к-3 вы можете приземляться к этой стене на может применяться раз сюда есть принципе проще применяться сюда то есть делать от это сильный плазма климп и признать с ней делать его так до прыжок это проще чем делать вот сюда признаться и делать такой вот пока развернусь пока делать циркул такое это мне кажется чуть чуть подольше чем сюда и сразу опусы раджам моментально не тратить время это кисы мог увидеть как попросить топовые там посмотрим я еще покажу обязательно демки самого клан вара если найду ну я вроде витали где-то и тут я как уже говорил в роут похоже на cpm только он сложнее топовый лично я делал проще я делал как я делся вспомнил дожди а я короче за я решил извратиться я на огромный скорость прилетал здесь падал сюда имел стартовый скорость мои те когда появляюсь у меня стартов скоро 400 400 дело руки жам сюда и клингов вот так я делал это сейчас нормально сделаю это мне давало что я не торт во время на остановку то есть если бы я летел в руку 3 я был очень на вашу скорость здесь приземлялся и еле-еле тормозил так вот у меня так получалось и руки жам иногда появился таким образом ну я не мимо стрел короче я такой вот предмет полу сюда появлялся сроки рубежом с углами надо поработать еще в общем принципе я так делал а из и тоже важный момент финиш находится не на падике не где-то на старте здесь а прямо в конце в клипе можно сказать да ну да и разница подойдет кучится рынок выйдет а у меня 100 мирных а я же там но клипом метел в общем надо все по роуту на самом деле тут про телепортер рассказал один из вариантов с этих типа чтобы не тратить время торможения и идеально root 2 q3 это практически без торможения делать идеально руки джамп и лететь сразу на финиш то есть не касаясь стен вообще это очень сложно к стене лететь тоже очень сложно в общем в ку-3 это такой геморрой начало плюс финиш это просто жесть забей топ ворот я не знаю надо быть вестом принципе наверное все еще расскажу переходим к демку наверно да давай тогда перейдем а кстати говоря давайте сразу скажу теперь вышел уже нет еще нет у нас тут может не хватать хп то есть если вы допустим делать здесь руки жамп и не берете не красно не аптечку на 50 у вас может не хватить если вы летите к стене плазмак либо вы можете на этим я так по раз и по-моему умирал не контролировала хп и может не подаваривает это красный короче все пролетите и вас хп не хватит ну это такое частный случай ну иногда да бывает я даже так помню что тоже убивался пару раз ну в принципе все максимально подробно тут больше нечего а в ку-3 кстати полете надо плазму заставать заранее то что надо остается долго это ну к 3шники они прошарены не привыкли от не просто непривычно было надо заранее доставать оружие что это все такое типа зачем доделать приходилось я пробовал уку-3 я щупаю уку-3 пытаюсь понять кто мне нужно в этой жизни все играете его к 3 и cpm и пойдем тогда смотреть д мульки так ты можешь пока запускать я извиняюсь и скачать серьезно ладно геймрока посмотрю давай я больше я очень быстро начнем с вку-3 геймрок белоруссия 45 и 3 прям стишки итак геймрок с четырех ракет забирался на 3 паник с двух дальше на плазму плазма в принципе хорошая очень долго тут пешком ходил ну вот тут момент конечно да такой с плазмой не думаю что он многим давался легко но кому-то это было вообще в новинку и вот геймрок как москаль говорил делает два прыжка правда он очень долго пристраивался к этому делу делает два прыжка не с первого раза даже проходит пады но ничего страшного поэтому сложно его муж передам отдать делает торопеджам подходит по змеи просто лазами до финиша а вот финиш примерно где-то на середине падов получается среднего года так декус тридцати четыреста восемьдесят восемь play россия декус 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 говорили на четвертый раунд что-то интересное приготовил будем ждать обзора с трех ракет забирался на вторую платформу потом с последней платформы делал раки джамп сразу брал плазму здесь тоже намного быстрее чем геймрок получилось у меня забраться и плазму не помогал себе вообще нигде до позвонить сказал очень долго он подстраивался там под прыжок перед падами это тоже очень сильно его помешало сделал раки джамп вырезался поэтому что возможно у него по-другому и не получалось но в принципе выглядит очень даже быстро но я думал по поводу этого врезание это дольше все на чем я придумал с этим с телепортом ну да ты потому что все сбрасывается у тебя ты с нуля кругу я начинаешь на 200 и перебил год сети хабиб ялайн из румынии мы погнали сушь мульти дефраг обновить можете быстрее грузиться будет я не знаю мне надо комп обновить они дефраг сушь на меня комната хуже чем у тебя и у тебя ssd да не знаю вроде ну вот он необычный жесткий очень хорошо забирается помогает себе плазмой без автосвеча да и поэтому потрате время как я говорил что-то не улагает в онлайне даже дым из онлайн и делал пиджам и не везло 11 черт может не хотел да может скорее всего не хотел москаль перебил опасить их же я следующий га макбасе на 4 секунды почти ровно и оси москва play москва хороший горы версии еще и тут сделата голову в следующем году сходку москве ребят все кто смотрит залетал сразу на третий паник как собственно все и рассказывал сделал с небольшим граунд джам я не коснулся пола кстати говоря не коснулся плода хорош еще офицер очень сразу начинал стрейфить это очень-очень много дало и то что пола не касался это прятка ловер здраво дало а я поев я по-другому что делал и не записал дым с нормальным прохождением и собственно до финиш получился не самый удачный но я думаю этот момент из правила я думал океан x который перебил тебя не же всегда дам где они как так ты же язык помощи записывал кучер play и anexo и стали я те как дела киан x он начал медленьче меня начинал по две ракеты со старта зацепил головой и стеночку ой без автосвеча минус секунда и вот скорее всего на финише вот только чисто ради за счет этого идеального руки джамп дайных ну мне был тупо лень это делать меня не знаю вот киан x реально порадовал я прям думаю неужели он это сделает и и делает и у меня прям на душе тепло океан x красавчик очень хорошо постарался разбор нет плюс соточка до из белоруссии play тоже медлим не одел нужно баста но немногие могли прочитать эту ситуацию все равно так что плазма очень хорошая получилась ничего не зацепил но пока пока он не скалял на мнение у него чуть-чуть и тоже на финиш ну конечно да да классно карта и скорости было побольше на финише кстати за счет этого я думал скорее всего и один элемент который решает не знаю мне не нравится но на любой карте по сути есть такая иерархия элементов и один из них будет решать намного больше чем другие но идеально руки джамп это даже глупо это мое мнение макер не рассчитывал я думаю на это хотя возможно потестил немножко но он виза обратите ваше внимание две карты подряд нужно делать идеально руки джампы макер если ты нас слышишь у черт ангелин да братишка не сердись на этого дурочка все хорошо дурочка идеально руки джампы не геймплей вот говно он стрик 24 и 4 на 500 перебил в одну на 600 перебил рыбор на третье место play очень 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 хорош перебил кианекса внуки аннекс оправдался мне в личных сообщениях всего же медленный роза два ребят вы чё там мол отдыхал в отпуске был переработали что я забыл не серчайте аннекс мозга хорошая минус 400 делал без двух прыжков я рисом сделал чем топ-3 понимаешь и вот последний элемент за видишь карта для вода просто я не мог стрижник дело на плюс 500 предпоследний чек мне после печет немножко понимаете ну попечешься на стриме потом кет перебил немножко монстрика на соточку сделал какой-то элемент побыстрее возможно старт чуть получше давай посмотрим play занимает второе место великий кет легендарный выгутвишник коренной выгутвишник минус 400 перучек тоже делал две ракеты тут вообще пешком шоу в принципе это с одной стороны может быть и правильно угол 7400 не знаю нас кстати да право истина она немножко по-другому округляет сплэш и она эффективнее под вместе с четырьмя углами если он это прочитал заранее то респектом я думаю что прочитал не зря же он поставил ну мало ли об этом далеко не все задумываются на самом деле какая стена по таким углом эффективнее букет с ним не надо спорить на 600 опасно было делать 74 угла совсем там очень такой тонкий 74 такой пограничный угол на самом деле для любых для жди таких стен но это молодец респект за такое пока я даю ему по своей симпатии таскать пресс-ф тупый респект вот это все до 23 7 тут и фрути перебил на 600 кета занимает первое место в ку-3 просто я не знаю пути фрути красавчик play вот он нормальным роутом играл вот начало уже вот плюс 300 вот мужик плазма клюнь по земле плюс 500 старался короче где мой плюс 101 он вообще всрал начало но финиш вот смотри оба к стене мощи царь это очень сложно было сделать тоже приседал там кстати да клингом вот это диму матри и дарите до стены это красавчиком переходим к цпм деку 348 из раши плей но он где-то далеко живет да мы пишем обзоры у него уже утро опишем и обзоры когда хотим без 2 на выпрыгая и туда до 3 только неплохо в принципе проплазмил уборочи стеной ну ладно мог сейчас играться страйк хорош немножечко сбрасывается и не получил сергей джон к сожалению пришлось ему плазмой заканчивать эту карту и еле когда плазмил мой да примерно в конце стены климбо примерно там стоит финиш тригер лунтик недавно камбэкнувшийся 342 кстати деку стрессил лучше блин че за фигня на 600 перебил на 600 перебил лунтик деку на 600 а деку я помню перебивал лунтика на 600 когда деку было время ух нажал выборю тебя нет вот нажал у людей рассинхронные у меня грузится дымка я такой нажал примерно тайминг рассчитываю с ракет залетал на вторую платформу еще с 3 залетал на последнюю делал неплохой такой классный плазма клим ой плазмой си не помогал он двух местах boost серьезно лунтик просто красавчик такая жесть вообще ненормальная просто лунтик приз тебе за оригинальность и за пытливость я более чем уверен что у тебя получается не далеко не с десятого раза даже невозможно не с двадцатого лунтик просто просто респект тебе ты постарался лучше видишь к результат ты научился пофигу на тайм пофигу что ты предпоследний ты сделал boost для тебя это самое главное ты можешь пересматривать дымку и гордиться ты можешь пересматривать этот обзор и просто но я надеюсь что ты не зазнаешься не будешь меня обзывать на бомб но чтобы не зазнася скрусты буст плохой получился но пусть плохой но самое главное что он получился и что он получился отчетливо обучал я многих я видел как бывает густы получаются ну и сам обучался естественно и получился очень четкий хороший явный ясный качественный но не пупсом а по исполнению буст посадочек 34 0 sky allen из украины перебил лунтика на 200 но примерный скилл такой назовем без обид ребят не не желаясь на 3 секундах до ниже среднего они все и вот в следующий уровень это уже ниже 30 идет не просто там есть а демки еда у не долетел до 3 проходил на немецком сервере неплохой плазму клим не сразу взял возьму пойму не пузова есть вовремя ну да где валиде ровно естественно димон респект или ты москальцы помогаешь демки валидировать ну последний раз не помогал я спал в целом про пройдено очень даже частенько мне понравилось без определенных изысков то что лунтик заводал вот вот кстати это лунтик был он заводал киллобс один он заводал то есть знак вот от кило бы он мало того что он знает как вот эти ловы он это делает знать то может все знают но никто не делает никто этим не занимается потому что это но это действительно важно особенно при записи демки на варка потому что можно где-то словить халявный овербаунс его не заметить потому что вы еще не не сам не самые опытные не можете это замечать сразу даже в демки не сразу можете заметить и вот это вот все и в общем-то лунтик еще один респект в x респект не это реально очень важно и это было очень приятно видеть я думаю что кто-то мог этого кто-то мог этому не придать значение я этому значение притам и это очень хорошо начал не ну я хочу ночью ночью ну вот и да молодец дукач из муж из особо им проходила он ему помешало ну вот чья то дымка невалидная кстати там было их я их показать а надо ее показать винтер потом по моему винтера а а у меня она не скачана внутри она не может быть скачана там она старая и давай дальше дукач дукич плей дукач энтер говорит дукач я говорил дукич ладно я сегодня за enter будет дукач дукач не против быть кем угодно для нас твой руки джам хороший наверх чуть не забился кстати залетал да ну очень хорошие руки джампы очень хорошо с плазмы начал видно сразу как он отрабатывал все это время которое выиграл у предыдущих своих оппонентов и да ребят я сушкам свечи ты потерялся угол не самый лучший но прошел очень даже чистенько ну мне понравилось очень чисто и на этом все в принципе зачем ты пошел заказывать кофе перед руки джампом цитата декстов кто-то ремонтажируйте сделаем клип раз его везде розеттываем и все такое плюс 300 сделки мрак и мрак из белоруссии 29 и 192 play ух тоже безданного выборка кстати почему не многие до этого додумались он не все вне у всех может быть получалось силу скилла не все пробовали достаточно нет но все умеют диодовый выпад просто почему-то зацепился кстати он там на ракете стене и зачем-то делал дополнительный прыжок перед водами ну понятно зачем м м ну ему так увереннее значит принципе так и должно быть но прошел он очень тоже чисто чем отдельное как бы отдельный плюс потому что мы всем всегда говорим что прежде чем проходить быстро нужно проходить научиться чисто это как с чтением наверно ну такая вещь работает как известно отработать медленно элементы потом ускорять все даже вот можете посмотреть кстати как явный пример будет тоже этим занимается более того я занимался этим ставим с кейлом вчера на стриме когда мы играли л к челлендж 4x там надо очень много ракет наперед пускать таймить и в общем то я там тоже ставим с кейлом пытался понять как лучше мне пустить так что это не зазорно пробуйте делайте пытайтесь дрекон к не знаю кто это 27 и 0 0 0 8 это не альвера нет не знаю ой раз узнаем альвера нет альмера всем привет всем привет принотой под стойками играть хрен разберешь так мы проходит очень даже хорошо ну видно что стрекит без напхуда опытный глаз да это экстенд скорее всего и в принципе плазму крем тоже смайличек классный до затеях я забинил смайлик но почему-то у меня ведь мы за вейта маленького меня бинт не проходил на счет демки я это учту держи в курсе брат держу плюс 1 и 3 сделал и карус какие-то непонятные люди у нас появляются причем среднего скилла play тоже из россии маза раша как раз вот карус с моим конфигом видишь серверный у меня свой сейчас как им увидеть я тебя спрашиваю вдруг у тебя отображается делал два прыжка перед падами и где фраг босс твой оффлайновый уйду летел диаметр джамп твой и смотри чё делает парень а офигеть нормально они скриптец ли это был а я проверю быстро давай а я подожду быстро и это очень быстро делаю просто вдруг дмитрий опять упустил потому что у дмитрия тоже не самый опытный глаз и естественно дмитрий олегович мог упустить рокет джамп скрипт сейчас я не обратил на это внимание я лишь предположил нет не похоже и карус без обид меня не скрипт мы все знаем что ты чей-то фейк поэтому как говорится соси лосось играй под своим них скрипт написано хорошим даком очень сложно выявить но вроде не скрипт ну какие тут хорошие руки 25 7 ты посмотри лан 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 должность на 1 и 5 ну как бы дней карус если ты вдруг комбайнулся из далеких 2005 как бы говно вопрос я не хотел тебя никоим случаем не задеть не обидеть просто просто не подозрить между мете ребята не но очень хорошо получилось реально хорош давай продолжим дальше 24 2 на 1 и 5 почти перебил торнер play 1 450 торнер кстати начал заглядывать на стримы частенько заглядывайте и вы у нас бывает много и те сорнер дел бездавного выпрыгая торнер минус 500 что неплохо с плазмой плазмы красиве не помогал делал сразу об пришлось и тут немножко ой оплываю гп сделал пришлось немножко петлять и закидывал под себя же поспешка ты смотри тоже такой достаточно вот это уже техничный move я думаю что у него она не каждый раз получалось поэтому тоже теперь респектуле смело вообще никакого ну не имела но так возможно его было удобнее я не против под себя что он не сделал двойный выбор торнер такой дед может быть саклан но у него не написано дэнки шоу нам дать может быть сети хабиб сделал который перебил торнера на 200 кстати сети хабиб найс тайм из румынии опять же мы за время записи замутаться прямо на переехал в другую страну делал допустим второй выбор второй двойной помогал себе везде плазмой но не делал гб я думаю это примерно и в один раздатель дали но это все но быстро но это быстрее может быть но там цирк это сильно не нужен можно в резко дергать или будет нормально хорош просто хорош же летела красавчик very good дыма сети хабиб thank you for sending зачит ах а тут он злогинился да тут большой молодец но не реально перебить торнера я все мы знаем скилл торнера и что он скорее всего просто возможно не поиграл на полную силу носите хабиб перебил торнера и это о чем-нибудь договорит годы поднимаются просто в наших глазах и следующий у нас кипиш ой кипиш одинаково фарка варкап варкап варпак да варпач кипиш варпача первого смотрим 20 и 848 перебил сети хабиба на 200 твой муж он наш до доски о вы выбрать красавчик он пишешь ушел ну такое ну в целом очень быстро сервер сервачок сервушка делал на этом много очень аквар пак очень-очень старается варпак хочет вас снова напоминаю всем о идеальных джамп очень хороший очень хороший рак и джам варпак красавчик и обязательно рекомендуем эту демку зербу просмотру что варпак очень кстати реально быстро растущий усваиваемый ну в плане информации и все такое и пиши с черепинска с тем же самым таймом play интересно где отличие надо по фрейм его конечно разбирать на счет сможет быть увидим сейчас я увижу уже выйдя начало минус 3 работа и тут пешком не ходил тут побыстрее плюс 300 возможно эти отбил обратно нет сравнялся да сравнился правило да тоже где вот и задорота пиши красавчик и пишешь варпак респекту ли вам просто я не знаю реально большие молодцы вот но на таких картах они достаточно прямолинейны что тут если будут какие-то терки по поводу вот вы там ничего не советуете а чё свет вы старайтесь лучше и делайте вон тайм как у пузо то есть какие моменты вроде пару там все рассказал в принципе цепи могут я больше рассказывать то не еще доклад но карта прямая да и тут нету каких-то явных ошибок но въезд на кипиш допустим сейчас старт не очень хорошо сделал естественно но очевидно можно сделать его лучше сразу залетать на скорости возможно у него нету еще этого понимания как бы что нужно сделать вот так вот скорость будет сразу уже какая-то стартовая выше чем там 320 грубо говоря с терку значит у меня будет там быстрее значит нужно именно так выдачивать ну кого-то может не работает еще так голова пузо вот работают я даже про клим присти рассказал что мужчина да ну надо было рассказывать когда он начался а мы кстати как вариант можно попробовать новый формат какой типа записывать обзор обзорка не на карту заранее рассказывая примерные роуты а потом дымки смотреть одеть и по заранее рассказал роуты участникам да не это такое у сами ищут а мы смотрим давай какая-то бархомет бархомет он же год рис 22992 play чё новое прозвище рис рис транслитом хорошо и рассказал так очень хороший ролл очень хорошее начало плазма прям вот я бы сказал высшая но нет извини вкус плазма не очень и угол потом тоже не очень стрейк достаточно хороший стабильненький все хорошо пусть шарит поднабрал скорость под скинул служу за 62 он долетел не врезался 362 что как у не врезался он потому что под скинул скорость перед этим нам все равно небольшая скорость была 362 жесть фига так что ладно ну плюс реально тоже растет он уже начал около топовые демки делать то есть все мы можем проследить по последнего по последним варкапом по последним всяким турнирчиком и так далее что со времен допустим это как отправную точку взять до пвц с этих времен он очень поднялся и и это конечно радует ну рис должен расти это же как бы овощи или что-то каша рис это злак по-моему нет и злак а как у него же и написано там temple of pure злаков там это все ясно так эвенджер третье место роде очень рад тебя видит я знаю ну я надеюсь что ты смотришь большой тебе привет заходим онлайн и побегать перебил пузом на 800 play что ты жестко еще будет до 800 это на самом деле очень много у зерга по моему тоже 21 у излита с застопом вообще идеальным все время вот эти вот вот они 800 угол выкрас вообще нормально угол с просчетом на делал boost not wish boost как он очень много сутки без скорее всего потому что не тратишь им на серку и на егор ну нету еще прием вам себе а мне взять даже сильно циркал сделать а можно так дернуть ты дернешь ты дергаешь также как при пусте то же самое получается там не нужно лишь перелетишь густом понимаешь там реально выигрыш максим да ну можно сделать слабенький boost как это делал ленджер как это делал лунтик но это надо прям очень резко ну это техника понимаешь если речь о фреймах уже вот в таком на таком уровне скилла то этот густ нужен потому что без него ты допустим не сделаешь на плюс 50 эти плюс все выделить дай приступ лазмить надо понимаешь если во время дела ну вот видишь ты вот когда подрастешь так и будешь делать второе место on the tenter перебил и венджер на 50 раша москва надеюсь enter не против что я скажу что он из москвы ой тоже завтра он делал ну вы 600 enter большой молодец ой плазма клип на он начал сразу плазмить не ждал приземление это очень хорошо вот это плазма делом режим высоко подлетал помочь чуть-чуть но немножко ревно и может не делал делал хороший рак джам но не делал бус и путь и фрукти я за урана почему и не летела в чем при площадке к стене лететь вот и из большей веренности врежешься может лисишь немножко по диагонали и ты по диагонали быстрее наберешь высоту и не врежешься но не быстрее там как мы забрать проекцию да ну понятно лоб ты с большей вероятностью режешься по диагонали с меньшей вроде понятно объясню да ну туда вроде такая дефраггерская механика все должны понимать ну и обычная механика физика наша тутти-фрути именно первое место cpmvq3 play всех делает интересно играть ой он делал неполное считаю хотят струми для получалось чем за спам то есть видел как он сделан взял неполную ракету и у него получилось так или или долетела тоже струми длитель чем делаем то интерфейдеально сделал муст очень хороший получился немножко попетлять опять же пришлось очень сильно финиш до 1200 прям ух так смотрим вы кутри бенки в таймске или 07 готов да ну ты герой старт этот цепей на риски залой он такой наш удобный на самом деле 2 3 да еще пациент договорил вот рассмотрим их 3 так хороший добыл джунг заглядал из заступов бой ну не добыл джунг ракиджан коронного сымитировал ну плазма часть на карте выполнена очень хорошо угол ровненький хороший здесь тоже прям краешком из примут краешком это такой момент его вы реально ну тут и очень хорошо растет я не знаю может его мы и стримы частично взращивают ну я надеюсь на это потому что я стрим для для этого прекрасно автосвищу за везду прыжка без допушка делать стать язду прыжком делал молодец на большой большой молодец в обе физики затащил чувак сколько ты играешь тут и напиши в этих комментариях пожалуйста потому что но это я думаю очень важно это может быть под мотивирует некоторых 22 и ноль 4 года играет он у нас здесь 14 плей до 14 года на 4 года да я примерно также играл да не хуже я так думаю ну я через два года уже показывал результаты отлично нити проспомнил обзору зерга но я там сколько играл только игра не вспомню сейчас кстати димона когда стрелка себе он сделал boost маленький кстати можно было бы чуть быстрее наверно если сделать boost именно у них есть ну там такое это может быть ты не хватить ну ну такое но это если ты как говорится если уж фреймы надо считать а там понимаешь чем проблема точнее проблема в чем прикол фаза прыжка ты не изменишь с помощью буста ты все равно тебе нужно опуститься и подняться то есть бустом ты принципе ничего не выигрыш ты и так и так да и веришь до этой цены темно нужно дугу идет аккуратно очень быстро начинает подниматься понимаешь чем какой то есть boost он он не даем не пускать тебя вниз он просто дыхает текст не быстрее смысла нет там и так скорость большая в общем то вот у нас закончили мы с демками вот у нас страница карты на сайте vs.q3d.org где есть все карты все модели игроков там дил дизайн есть всякие подсказки моббер и так далее в общем то вот как я и говорил в начале обзора участвовали 4 клана так как он там арктика вы назывался арктика вы помоему д д д д д я попробую сам найти а в артика как раз я нашел я нашел так лучшие демки смотрим да это же а вот это раритет же он был так 22 и 2 визерга удиси 23 0 цепка так вокруг 3 23 7 23 один какие там вы кутри у нас 23 7 у тут и в 23 один поездом поездом кстати один из лучших был вы кутришников стоит стоит и учитан со скриптом проходит ой с зубом да без разницы все равно но уже он все равно лучший был тут не поспоришь у тебя тоже есть ты поездно хочешь смотреть то конечно вот все один это вр на данный момент если в онлайне не перебили аромя 07 стоит я взял обратно один вас проходил собом в принципе возможно это топ ему и дал все плазма пройдена очень хорошо не зацеплял ничего хорошие углы очень хороший качественный стрейф на самом деле чикпоинт не такой хороший ну чем он это дело такое это как бы где-то хуже где-то лучше я вот думаю давал ли об что-то и так сейчас сложно прикинуть так и и и и цп дэмс даже быстренько дэм кто-то хочу и чикой до посмотреть последний сейчас я быстро последний точнее ну и цпм получается что путифрути сделал мировой рекорд действующий на карте 22 и 0 здесь же кстати мы на этом сайте можем перейти по ссылке и посмотреть дико ну да да это маху дал конечно вернулась быстрее я что-то не перепутал вот летиум цпм там у таких руки получается лучше дэнка но на тот момент да можно принципе показать зерга наверно что-то десет цпм слабенький были хотя в зулу по моему хороший игрок зерга хочет показать на тот момент зерк 22 и 2 давайте посмотрим ну давай зерк сдавал джампом без оба заступом плазму насколько я знаю он очень любил очень высокий сенсор тоже любил эпичный для него такой circle я прям сразу его узнаю даже если он создает поменьше и хороший рак и джамп возможно даже скриптовый скриптовый скорее всего доски да она сворды дюк сворт это спорт вишнер на дюк я не знаю честно говоря так да и вот тут спам местный переходим дальше в общем то вот а в кутре у нас кстати в онлайн в онлайне цпм это литиум а в кутре это 22 и 5 ху ютюна ютюн просто звери не знаю кто встретит эту попросить у него демку он иногда заходит в общем вот у нас страница сайта можно скачать все демки посмотреть результаты посмотреть что кенекс получил минус 11 за пятое место ибо старайся лучше деку получил тоже минус 8 и торнер получил минус 17 потому что тоже старайся лучше тут у нас непринятая демка от андет винтера даты а у дема она была записана вне компетишна она была записана на время проведения самого клан вара насколько я понимаю и смотреть мы конечно же не будем да потому что она не открывается такая ошибка не знаю кто-то увидит напишите нос просто я забуду или мне лень здесь можете поделиться некоторыми своими мыслями тут отписался обчаркин блин свои 21 забыл отправить ла-ла-ла вот это вот все девичьи продания пмс вот это эти фрути уж битерман большой-большой молодец эти фрути прям бесконечная уважуха дополнительная уважуха и приз за все что можно найти на этой карте отдается лунтику потому что он завод а во первых и лобс во вторых он сделал гб и это очень и очень хорошо лунтик не переставай стараться лучше возьмем тебя в год на копичительство сделаем себя хорошего человека не то что этих андетах кита лохи сидят в общем-то пути уже давно перегнал интеракция центром говорил я не заговорил я или нет это негодует немножко по этому поводу поэтому он тоже отправляет такие что вы не рейтинг тоже рост ну и в общем-то на этом все можете здесь перейти на твич на youtube везде можете подписаться на твиче почти регулярно проходят стримы последнее время не очень потому что я отдыхаю дефрага ну и на самом деле очень много работы до конца сейчас идет уже варкап две тысячи две тысячи десять беру здесь держись даже варкап 2010 лол прикинь 2000 обзоров прям вздохнул кого-то мечты неизбыточные эх 2000 обзоров суде ах а потом в парилку ух круто в общем то все да спасибо всем за просмотр обязательно ставьте оставляйте точнее свои комментарии можете дизлайков поставить парочку но лучше лайки потому что мы стараемся именно для вас ну и на этом пожалуй все спасибо всем всем удачи все переходите на стримы посылайте обязательно демки и всем пока всем пока